МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Хочу представить Ивана Слесарева, сотрудника, значит, сотрудника отдела физики астероидов и комет научно-исследовательского института астрономии Кразинского университета. И сегодня мы послушаем лекцию о внесолнечных планетах. Попробуем лекцию. Спасибо. Ну, в принципе, тут написано все, название есть. Вот. Предупреждаю сразу, слайдов много, часть я буду, наверное, пропускать. Большое количество информации на слайдах, на английском языке, потому что все это из английских статей, а силы, желания переводить у меня никакого нет. Это очень много времени. Поэтому я на чем-то буду останавливаться, на чем-то, наверное, сильно останавливаться не буду. Ну, поехали. Во-первых, что такое планета? Возникает закономерный вопрос, коли Эйч идет о внесолнечных планетах, значит, есть какие-то планеты, ну, мы знаем, солнечные. Что же вообще такое планета? Вот график, показывающий соотношение между радиусом тела и массой. Масса здесь в массах Юпитера, радиусы, соответственно, тоже в радиусах Юпитера. И мы видим, что здесь четко выделяются три характерных участка. Вот это участок, это звезды, маломассивные звезды. Чем звезда массивнее, тем она больше. Вполне, так сказать, закономерное явление. Дальше происходит резкое изменение характера этой зависимости на практически горизонтальную. Если внимательно посмотреть, то здесь даже видно, что вот масса растет сюда, что с ростом массы тело становится чуть-чуть меньше. Вот. Вот это вот здесь, между 100 массами Юпитера и где-то 80 массами Юпитера, находится область количневых карликов. Это такие недопланеты и недозвезды, нечто промежуточное. В отличие от звезд, которые живут за счет термоядерных реакций синтеза в своих центральных частях, коричневые, иногда их называют бурые карлики, живут за счет термоядерных реакций, но не превращения водорода в гелий, а горения дейтерия, либо же частичного горения лития, которые легче намного реакции проходят, чем с водородом. Вот. А дальше уже где-то с 20 масс Юпитера вот начинается область планет. И область делится тоже на две части. Это вот область планет-гигантов до приблизительно массы, в доли массы Юпитера, небольшие, в большие доли. И дальше начинается опять изменение зависимости, когда снова нормальная ситуация. Чем больше тела, тем больше его размер. Чем более массивное тело, тем больше его размер. Это планеты типа земного, то есть силикатные, с большим силикатным ядром. А это газовые гиганты. То есть, можно сказать, что вообще планета это такое вот физическое тело, статус которого астрономы, как английская королева, могут присваивать кому-то. А в наказание могут и снять с кого-то. Вот как было 10 лет назад с Плутоном, когда его лишили статуса планеты, когда выяснилось, что он далеко не самый крупный, есть ряд таких же тел на схожих орбитах, и размером такого же, тогда думали, что больше, оказалось, что приблизительно такого же размера. Поэтому и сейчас такое же тоже происходит, потому что всегда вы должны понимать, что в науке не бывает абсолютных истин, не бывает абсолютно точных значений. И если сейчас данные говорят о том, что это планета, через 10 лет, когда запустят новый крупный телескоп, может оказаться, что это не планета, а, например, коричневый карлик, когда удастся померить более детальные его физические характеристики. И статус может меняться. Но, тем не менее, планета это, которая существует за счет собственной гравитации, и в ней нет источников типа терморядерного синтеза. Сколько всего открыто на сегодняшний день? Всего сейчас числится и каталогизировано почти уже 3800 планет. Из них 628 мультипланетных систем. Дальше тут перечислены методы, и цветами, соответственно, они кодированы. По годам, сколько планет открывалось каждый год. Ну и видно здесь два огромных таких пика. Это публикация релизов данных спутника Кеплер. 2014 и 2016 год. Видно, что в последние годы, если не брать эти года, открываются в последние где-то 7-8 лет в год около 150-200 планет. Типичный темп открытия. Кроме того, неподтвержденных кандидатов, но весьма надежных, опять же, в первую очередь, благодаря работе спутника Кеплер, это 2500 планет. Из них 150 еще других планетных систем. И есть около 200 неподтвержденных плохого качества кандидатов. Видно, что основными рабочими лошадками среди методов являются вот, которые называются TRANSITS, это прохождение планет по диску звезды, и метод лучевых скоростей. Мы о том, что это такое, поговорим чуть дальше. Гонка открывателей. Есть много различных проектов, которые борются за то, чтобы открывать новые экзопланеты. Черные – это полный рост числа экзопланет с годами. А дальше по проектам. Зелененькие – это Кеплер. Кеплер синенький – это маленькие, небольшие такие обзорные проекты. И вот видно, что начиная с 2011 года Кеплер резко вырвался вперед. Это логарифмическая шкала, то есть тут каждое деление – это в два раза увеличение. Соответственно, остальные проекты держатся на какой-то постоянной скорости открытия, весьма небольшой. Что такое вообще экзопланетная наука? Экзопланеты – это самое большое открытие, если не считать ускоренного расширения Вселенной. Но вот с точки зрения продуктивности и новизны подходов, методов, которые применяются, а также результатов общемировоззренческих для простого человека, что такое ускоренное расширение Вселенной? Человек без физмат-образования не сразу и поймет. А то, что где-то есть планета, похожая на нашу, это как-то сильно более эмоциональный результат, согласитесь. Это очень молодая область. Фактически ей скоро, скоро ли, исполнится 25 лет. И здесь показано упоминание слова «экзопланет» в статьях, которые публикуются в мире. Видно, что в год наблюдается постоянный рост и «синенький» – это в хороших журналах, а «зелененький» – это вообще во всех публикациях. В год публикуется в хороших журналах около 500 статей, в которые входит название «экзопланета». Ну а, соответственно, во всех журналах больше полутора тысяч. Это самая быстро развивающаяся, самая горячая и самая молодая область исследований в астрофизике. Кроме того, в нее вовлечены, в отличие от космологии, где в основном теоретики, либо наблюдатели, вовлечены представители очень многих наук, потому что экзопланеты – это сильно более сложное тело, чем звезда. Звезда – это газовый шар, довольно горячий, и горячность ее обеспечивает простоту законов, которыми она управляется. Планета, как тело холодное, в ее физику вовлечено куда большее число физических процессов. Ну, мы сами знаем, у нас и движутся континентальные плиты, и выпадают осадки, и бывают разряды молний, и этот список можно продолжать шире и шире. Что касается методов поиска и, собственно, зарождения концепции. Нужно сказать, что научные открытия бывают двух типов – неожиданные и хорошо ожидаемые. Вот экзопланеты – это самое ожидаемое открытие. Люди веяли в то, что существуют планеты у других звезд, начиная с тех моментов, когда люди поняли, ученые поняли, что звезды на небе – это такие же солнца, как и наши. Отсюда железная логика следует, что раз это такие же солнца, значит, там должны быть такие же и планеты. И первый человек, который на этом сильно опирал, был Джордана Бруно. Вот в своем диалоге о бесконечности Вселенной и мирах у него есть вот такая стата в переводе на русский. Существуют неисчислимые солнца, бесчисленные земли, которые окружатся вокруг своих солнц, подобно тому, как наши семь планет окружатся вокруг нашего солнца. Это вот самый конец 16 века. То есть понимание того, что что-то должно быть, и надо пытаться это искать, появилось среди астрономов очень и очень давно. Для открытий, для методов, которые позволяют обнаружить планету, уже тоже было под годну сильно позже, чем, конечно, Джордана Бруно выступал с такими умозрительными идеями. А, собственно, физичный и научный подход, ну вот можно повести слова, и никак тут не вспомнить в стенах нашего университета, от Аструве, который, собственно, закончил наш университет, и вместе с белым движением он эмигрировал из Советского Союза, но осел в США и стал очень крупным астрономом в 20 веке. Он, пожалуй, лидер по публикации научных статей. У него их более 2000. Это огромное количество статей. И вот в одной из них в 1952 году в журнале «Обсерватория» он описывал методы, для чего нужно измерять с высокой точностью лучевые скорости звезд. Что такое лучевые скорости звезд? Если звезда, источник света удаляется и приближается к нам, то мы будем видеть наблюдаемое проявление этого следующим образом. Свет – это волна. Если свет движется нам навстречу, а мы движемся, вернее, навстречу источнику, то частота, с которой мы будем встречать гребни волн, будет больше, потому что мы движемся навстречу. И наоборот, когда мы убегаем, догоняем, вернее, свет, то есть в другую сторону, частота встречаемости вот этих гребней волны будет реже. И тем самым мы будем видеть, что свет меняет свою частоту или по-другому меняет свою длину волны. Вот это и есть метод лучевых скоростей. Можно так мерить скорости, получу зрение от других звезд. И Струва написал совершенно гениальные слова с точки зрения интуиции и физического предвидения. Представим себе, что существует планета размером с Юпитером, а почему бы и нет, говорит он, на расстоянии 0,05 астрономических единиц, хотя Юпитер на 5 астрономических единиц. Дальше он приговорит, что ничего не запрещает планетам быть на таких маленьких расстояниях. Как он догадался, что это типичный горячий Юпитер, я не знаю. В общем, он поместил то, что нужно, куда нужно, и посчитал величины смещения звезды за счет гравитационного поля планеты и наблюдаемое проявление в лучевых скоростях. И он установил те пределы, которых должна достичь наблюдательная астрофизика, чтобы быть способной открыть эти самые планеты. Сейчас методов открытия существует очень много. Я просто так, чтобы вы увидели вот это древо различных методов, которые позволяют открывать планеты различных масс, вот эти горизонтальные линии, это не нотный стан, а массы в массах Юпитера и в массах Земли. Но на самом деле, исторический первый подход к обнаружению темных тел, которые движутся на орбитах у других звезд, это работа Джона Гудрейка, английского астронома, который объяснил наличие колебаний блеска звезды Алголь, которая вот на старинной карте изображалась как глаз Медузы Гаргоны, если сказать, потому что она подмигивает, еще древние арабы знали, что эта звезда переменная, предположил, что объясняется наличием темного тела, который закрывает от нас периодически проходящие излучения от самой звезды. Вот то, что справа в углу, это реальное наблюдение на специальном инструменте, который называется интерферометр. Это вот одна звезда, и вот мы видим, как вокруг нее вращается вторая, более темная. Собственно, это прямое подтверждение очень древнего предсказания Джона Гудрейка. Это метод так называемый транзитный, когда планета, маленькое темное тело, закрывает от нас часть излучения звезды, и мы увидим, что будет провальчик в общем излучении звезды. Второй метод, это метод лучевых скоростей. Если мы смотрим вот отсюда, снизу, лежа на полу, и смотрим вот так вот, то мы увидим, что в двойной системе спектр будет периодически, линии в спектрах будут раздваиваться. И вот в 1887 году для спектра звезды в ручке большой медведицы, МИЦАР, было впервые обнаружено это явление. Вот снизу, вот видите, одна линия, сверху две линии. Кто снизу сидит и, надеюсь, видит. Вот, с периодом 20 дней картина эта циклически менялась. Линии то сливалось, то раздваивалось. Это было первое открытие двойной, спектрально-двойной системы звезд. Когда у нас обе звезды обращаются вокруг общего центра масс, и мы видим спектры обеих звезд в какие-то моменты. А какие-то видим только, соответственно, одной. Самый древний подход к обнаружению темных спутников это работы Фридриха Бесселя, немецкого астронома, который обнаружил неправильности, вернее, характерные регулярности в собственном движении на небе. То есть он следил за координатами звезды и увидел, что звезда как-то странно движется по небу. Очень странно. И эта странность указывала на то, что, видимо, у этой звезды есть невидимый спутник. И мы видим просто проекцию на небо вот этого вот явления. Звезда сама как-то летит по небу, невидимый спутник обращается вокруг нее, естественно, сама звезда вокруг центра масс, и мы видим легкие смещения звезды в ее пути прямолинейном. И Бессель предположил, что возле Сириуса, это был Сириус, есть темный спутник. И через 20 лет после его предсказания этот спутник был открыт. Так было впервые в астрономии обнаружено то, что, собственно, глазом не видно исходно, но проявляется своим гравитационным полем. Очень сильно масло в агоне в надежде и ожидании подлило открытие дисков вокруг других звезд. Уже к середине 20 века была теория количественная, которая объясняла, как планеты образуются вообще возле звезд. И, естественно, необходимым условием для того, чтобы у звезды были планеты, нужен какой-то диск, материал, остаточный материал, с которого формируется звезда, который остается, и из которого формируются планеты. И вот в начале 80-х годов вот этот спутник, ИРАС, первый инфракрасно-эстрономический спутник, открыл такие диски. Это, правда, снимки не ИРАС, а современного спутника Спицера, но это тот же диск. У нескольких звезд. Ну и, наконец, когда же открыта была первая экзопланета? Даты точно не существуют. Почему? Потому что было несколько открытий, которые были в той или иной мере степени надежны или ненадежны. О нескольких я сейчас скажу. Вот, пожалуй, первое, считается одним из первых, по крайней мере, это открытие, сделанное Александром Вальджианом и Дейлом Фрейлом при наблюдениях Пульсара, то есть нейтронной звезды, которая образовалась после вспышки сверхновой. Что они наблюдались? Пульсар – это очень надежные часы. Это быстро вращающаяся, очень плотная звезда размером порядка 20 километров. С периодом обращения вокруг оси от секунд до миллисекунд. И стабильность его периода очень высока, настолько высока, что сравнимо с атомными часами. Например, Европа разрабатывает аналог GPS-а американской глобальной навигационной системы, основанной на пульсарном тайминге, на принятии сигналов от пульсаров. Почему? Потому что пульсары выключить не может никто, а когда Госдеп захочет, он переизменит кодировку сигналов GPS и весь мир останется без навигации. Поэтому и так можно их использовать. Поэтому здесь тоже наблюдается тот же самый эффект Доплера. Если пульсар движется вокруг общего центра массы своей планетой, то к нам будет сигнал приходить то немножко раньше, то немножко позже. И вот построив график зависимости времен прихода сигналов от времени, они обнаружили вот такую странную кривую. Не синусоиду, а наложение двух синусоидов. И они сказали, что это наблюдаемое проявление того, что вокруг пульсара по величине размаха этой кривой можно определить массу тела, которое влияет на пульсар. И выяснилось, что это две планеты. Люди, другие ученые, другие астрономы сказали, добыть этого не может. Как у пульсара, который образовался при вспышке сверхновых, могли сохраниться планеты? Они должны были быть полностью испарены при этом грандиозном явлении. А вспышка сверхновых это одна из самых мощных с точки зрения энерговыделения процесса во Вселенной. И им сразу, в общем-то, не поверили. Буквально в год открытия пульсаров, через год, вот в том году было 50 лет, вот в 68-м году, то есть 50 лет обнаружили очень слабое, но похожее проявление у другого пульсара. Но очень слабое. Тут очень хорошо видно, что есть кривая, а там зашумленная, зашумленная кривая. И тоже предположили, что возможно, еще в 68-м, это 92-й год, что возможно, там есть тело, масса и планеты. Но им тем более, в 68-м году не поверили, когда только пульсары начинали изучать, а не то, чтобы доходить до того, что же вращается вокруг этих пульсаров. Вот. Ну, это, собственно, характеристики вот этого пульсара. Тут вот есть сложное имя, это еще не самое сложное. Вот он, у него на самом деле аж три планеты, вот две открыли в 92-м году, период 66 и 98 дней, массы, 4 массы Земли в среднем. А потом открыли через два года, с 25-дневным периодом, очень маломассивную планетку, видите, в 0,02 массы Земли. Позже были открыты еще несколько планет у других пульсаров. И вот последняя, в том году, статья вышла двух русских астрономов, Старовойта и Родина, по обработке вот за 50 лет данных наблюдений вот этого пульсара. И они обнаружили, после проведения качественную обработку, вот тут года, 70-е, 2010-е, вот такую красивую синусоиду. С периодом в 27,8 лет. Такое изменение в временах прихода импульсов может вызывать планета на расстоянии в 10 астрономических единиц, массой в 2 юпитерианских. То есть, на самом деле, указание на то, что планета есть, было еще аж в 68-м году, только ее нужно было очень долго наблюдать, чтобы выяснить и подтвердить это открытие. Это, кстати, показатель того, чем отличается астрономия от физики. Если в 905-м году, или в 900-м каком-то там году, Миликин померял величину заряда электрона, то эти наблюдения не нужны для подтверждения того, что у электрона есть заряд. Сейчас можно более новыми методами это все сделать. В астрономии наблюдения хранят свойства, и необходимость их использования остается на протяжении всей истории изучения. Почему? Потому что, если у нас есть наблюдения 30-летней давности, мы можем узнать, где тогда была планета, или как она тогда влияла. И сейчас, когда мы выяснили, имея современный уровень знаний, мы можем как бы вернуться в прошлое и использовать те данные для улучшения информации о этой планете или о любом небесном теле. В этом смысле астрономические наблюдения, они вечны. Они всегда будут нужны. Ну и, наконец, хрестоматийная дата, которую чаще всего называют, когда говорят, когда же мы открыли первую внесолнечную планету, это 1995 год. Два швейцарских астронома, Мейер и Квелотс, по наблюдениям за радиальной скоростью одной из звезд, обнаружили вот такую красивую, гладкую синусоиду. Это звезда 51 Пегаса, она достаточно яркая, ее даже почти невооруженным глазом видно. Почему она такая яркая? Почему обнаружили яркость звезды? Потому что, чтобы мерить, посмотрите, здесь изменение скорости, это в километрах в секунду. Здесь сколько километров? 100 метров. То есть амплитуда изменений скорости движения звезды это скорость 100 метров. Это вот наука, наблюдательная астрофизика 1995 года. Вот я акцентирую, я в конце скажу, ну давайте сразу скажу. Вот в конце того года запустили инструмент в Европейской Южной обсерватории, который позволит, тут 100 метров амплитуда изменений скорости, который позволяет видеть изменения в амплитуде лучевой скорости звезды в 10 сантиметров в секунду. Вот за 25 лет это прогресс наблюдательной астрофизики. Иногда наблюдают, вот там была синусоида красивая, а бывает не очень что-то красивое. Это наложение двух синусоидов, это проявление того, что возле этой звезды движется не одна планета, а две планеты. А потому что это такая довольно красивая, хривая, можно сказать, что эти две планеты находятся в резонансе. Что такое слово резонанс в этом контексте? Это значит, что одна планета делает два периода вокруг звезды, обращается, делает два периода обращения, а вторая планета, которая дальше, только один. Но это очень точно, то есть два периода обращения одной планеты равны одному периоду обращения второй планеты. Это очень интересная ситуация, она до сих пор существует в нашей Солнечной системе. Например, Юпитер и Сатурн имеют вот такой резонанс 5 к 2. 5 оборотов Юпитера вокруг Солнца, есть 2 периода оборота Сатурна вокруг Солнца. Почему возникают такие соотношения, современная астрономия не знает. Но тем интереснее искать такие соотношения в других планетных системах, чтобы понять, как же они возникают. Бывают совсем сложные крива, видите, тут уже и какой-то красоты не наблюдается, все асимметрично. Это четырехпланетная система, открытая методом радиальных скоростей. Следующий метод, они не в фронологическом порядке, а в неком свободном, это микролинзирование. Что такое микролинзирование? Любое массивное тело отклоняет свет, тем самым работает как собирающая линза. Если мы будем наблюдать за большим количеством далеких звезд, например, в Большом Магеллановом облаке, в спутнике нашей галактики, то рано или поздно, мы в этом почти уверены, между нами и какой-то из этих звезд пролетит какое-нибудь слабенькое темное тело. И за счет линзирования, за счет искривления лучей света далеких звезд, вот этой ближайшей темной, которая пролетает между нами, мы увидим, что блеск наблюдаемой нам звезды испытает вот такой рост. Это где-то бывает 2 звездных величины иногда, 3 звездных величины иногда, одна, то есть довольно ощутимое изменение блеска. А если у этой звезды есть планета, то на этом горбе появится маленькая загогулинка. Вот. Проект этот был сделан линзированием, микролинзированием, для совсем других задач. В начале 90-х годов пытались выяснить, из чего состоит темная материя, которая окружает нашу галактику. И была идея, что это погасшие звезды, черные дыры, нейтронные звезды. Как мы их можем выяснить? Если их много, а по массе, если посчитать массу всей темной материи в нашей галактике, ее довольно много, мы будем видеть довольно часто эти явления. А по величине вот этого горба и печка мы можем выяснить массу тела, которая выступает в качестве линзы. Стали мерять и ничего не видят. И тем самым закрыли гипотезу о том, что темная материя в нашей галактике это макроскопические объекты типа погасших звезд. Но параллельно с этим открыли линзирование звездами с планетами. Вот реальная кайвулька. Вот там была теоретическая, вот видите, тут маленький печок с стоилочкой. Кто печка не видит, стоилочка есть. А вот реальные наблюдения. Правда, тут здесь не в звездных величинах. Вот дни. Эффект линзирования довольно длинный. То есть 40, больше месяца. И вот маленький печок за счет планеты. Вот более сложная кривая. Это линзирование далекой звезды звездой с планетной системой. Здесь наблюдается вот раз, два, три, четыре, пять пиков различных, вторичных по отношению к одному. Вот здесь, кстати, звездные величины и видно, что это довольно большое изменение блеска. Вот они детально тут показаны, все эти пять пиков. То есть это наблюдение, вот так вот открывают микролинзированием, следя за изменением блеска далеких звезд, целые планетные системы. Но понятно, что вероятность, когда на фоне далеких звезд что-то пролетит, не очень высока. И на начальном графике я показывал, что микролинзируем не так много открытых объектов, как радиальными скоростями и транзитным методом. Как увидеть планету? Самое большое желание, ну понятно, мы видим, что планета может искажать путь света и тем самым вызвать линзирование, и мы увидим это. Мы можем следить за тем, как планета возмущает путь звезды. Но все это не то, знаете, хочется вот своими глазами увидеть. Пока не увидишь, не поверишь. И это огромная трудность и задача. Почему? Потому что звезда яркая, планета маленькая и слабенькая. Сама планета светом практически не излучает, а светит отраженным светом. И как же нам избавиться от звезды? Метод был предложен французским астрономом Бернаром Лио еще в 20-е годы 20-го века для совершенно другой задачи. Он придумал прибор, который позволяет сделать искусственное затмение Солнца, когда Луна не закрывает Солнце. Для чего ему это было нужно? Чтобы наблюдать Солнечную корону. Так ее можно наблюдать только несколько раз в год, и то в определенной маленькой области на Земле, где наблюдается полное солнечное затмение. А так он придумал прибор, который закрывает искусственно Солнце, выводит свет, а Солнце греет. Кто не верит, может выйти на улицу днем. И это света очень много, и нагрев очень большой. Надо еще уметь правильно отвести свет и охладить мишень, которая выводит свет. И этот метод был применен через практически, ну не 100 лет, через 80 лет. Были построены звездные коронографы. То есть специальная маска ставится, и закрывается вот такое вот изображение звезды. Так выглядит звезда в телескоп вне атмосферы. Есть диск, окруженный кольцами. В диске 84% яркости, а в кольцах все остальное. В первом кольце где-то 1,5%. А планета, если она будет светить рядышком с звездой, она имеет блеск 10-6%. Не процент, а 10-6%. То есть нужно погасить не только центральный диск, но и все кольца, и все-все-все. Исключить это излучение, чтобы можно было увидеть свет от звезды. Вот пример такого процесса. Вот была звезда, вот ее убрали. Вот как это делается. Есть объектив телескопа, линза, ставится маска, которая вырезает свет звезды. Потом еще линза, еще одна маска, и наконец уже приемник излучения. Вот как эта маска выглядит. Это 40 микрон, это 2 микрона. Вот вся маска, вот это она. Вот такая штука ставится вот сюда. Вот, ну вот график, он сложный, конечно, для такого непосвященного взгляда. Здесь контраст, то есть разница в блеске, ну, отношение, излучение от звезды и от планеты. То есть делится планет на звезду. И вот видим, что большинство планет, которые сейчас наблюдаются, имеют контраст 10-4, 10-6. Вот это наше будущее, это то, к чему мы идем. Сейчас, вот я в конце лекции об этом скажу, строятся экстремально большие телескопы. Американцы строят на Гавайях 30-метровый, европейцы строят в Чили 39-метровый телескоп, и еще американцы строят 25-метровый телескоп. И вот эти телескопы позволят нам наблюдать планеты не только здесь, в этой области, а и вот здесь, например, увидеть планету, ближайшая к нам звезды, Проксима Кентавра, которую открыли два года назад. А вот как выглядят планеты Солнечной системы, если бы их можно было наблюдать. Контраст, видите, насколько порядков меньше. То есть мы на самом деле пока таких наблюдать не можем. Мы можем наблюдать только далекие гигантские планеты. А близкие и маленькие, увы, пока это нам недоступно. Вот, кстати, анимация, благодаря прямым снимкам, видно, как просто движутся планеты вокруг своей звезды. Это система, вот так вот, которая называется. Исходно у нее, космический телескоп, нет, это не Хаббл, кстати, это Европейская Южная Обсерватория, обнаружили какой-то источник, но, увы, ничего, не посчитали, что это звезда в 1998 году. Эта звезда, кроме того, что есть планеты, у нее есть и диск, который светится в инфракрасном диапазоне. Вот эта точечка, видите там точечка? Это размер орбиты Плутона в Солнечной системе, если бы ее туда отнести. То есть диск очень большой. Он светится, вот это 2000 астрономических единиц. Размер где-то вот. То есть там довольно много пыли, которая переизлучает, будучи нагрета излучением от самой звезды, которую вы тут не видите, она как раз закрыта коронографом. И там есть планеты. То есть вот такая вот замечательная системка. Иногда везет и удается обнаружить, не используя коронограф планет. Но это фактически единственный такой случай. В 2000 астрономической единице переменной звезды ЖУ Рыб находится слабый источник ЖУ Рыб 2. В смысле не 2, а B. Все планеты начинаются с буквы B. Не знаю почему. Ну, потому что звезда, видимо, А. И вот как узнали, что эта планета относится к этой звезде? А они движутся в одном направлении, имеют одинаковую скорость. И, по-видимому, это говорит о том, что они связаны. Это очень далекая планета. У нас таких нет. На 2000 астрономических единиц нет большой планеты. Что это за планета? Это 9-13 масс Юпитера. И она довольно хорошо светится. Она очень молодая. Ее возраст порядка 100 миллионов лет. А раз планета молодая, она еще сжимается, выделяя по этому энергию, она ее излучает в инфракрасном диапазоне. И так ее можно увидеть. То есть молодые планеты еще и сами светятся. Старые, как наши, нашим планетам по 5 миллиардов лет. Они практически не светятся. Какие инструменты используют? Вот я показал, что нужно для того, чтобы убрать цвет звезды. Вот как выглядит инструмент, который это делает. Это моделька 8-метрового телескопа в Чили, VLT. Вот эта махарайка, это и есть прибор, который называется спектрополиметрический высококонтрастный экзопланетный исследователь. Сокращенно сфера. Вот это он. Вот человек стоит. И вот человек, когда крышка снята. А вот что он позволяет делать. Это довольно новый инструмент, ему всего несколько лет. Напомню, что вот это 8 метров там сзади зеркала. Вот он видит кольцо вокруг звезды. Вот видит протопланетные диски с таким качеством. Это очень высокопродуктивный инструмент с точки зрения спектроскопии для того, чтобы получать изображение самих планет. Ну и наконец, больше всего внимания мы уделим транзитной фотометрии. Вот самому продуктивному методу, которым открыто наибольшее количество из известных нам планет. Суть его очень простая. Давайте сразу рискну. Вот у нас есть темное тело, которое проходит для нас по диску звезды, вокруг которой оно обращается. И мы видим вот такое корытообразное изменение блеска звезды. Но вот здесь перечислено черненькими английскими буквами по беленькому шрифту, по беленькому фону. Что этот метод позволяет делать? Что он позволяет делать? Кроме того, что он позволяет определять орбитальный период планеты, эксцентреситет, вытянутость орбиты планеты, позволяет иметь радиус, но масса он плохо позволяет, но как-то позволяет. Позволяет определять атмосферные свойства планеты, получая эмиссионный свектор пропускания, спектр поглощения, спектр отражения, Наблюдая фазовую функцию этой планеты, мы получаем информацию о том, что же происходит в атмосфере планеты. Мы можем мерить свойства звезды, насколько яркость меняется с расстоянием от центра по звезде. Существуют ли на ней пятна. Соотношение между плоскостью орбиты планеты и осью вращения звезды и так далее. Это самый продуктивный на данный момент с точки зрения получения научной количественной информации не только о самой планете, но и о звезде. Начнем с обзора тех телескопов, которые открывают. Вот есть большое количество маленьких наземных телескопов. Вот самое тут указано название, расшифровка названия, размер телескопов. Вот, например, ВАСП, широкоугольный поиск для планет. Кто не знает, в американской политической науке ВАСП это White Anglo-Saxon Protestant. Это набор политической группы, как избирателей, которые голосуют за тех или иных людей. Это 8 телескопов, смонтированных на одной монтировке. Совсем небольших, 20 сантиметров объектив. Скажем, на футбольном поле фотографы, которые крупным планом снимают, обязательно имеют такие же объективы. Почти. Вот. И на этим проектом открыто 150 экзопланет. Из, напомню, почти 4000, которые сейчас известны. ХАТ, Венгры очень рано подсуетились и в начале 2000-х сделали такую подборку. 6 11-сантиметровых телескопов и 4 18-сантиметровых. С помощью них открыто было 100 экзопланет. И есть менее продуктивных, вот 4 я тут перечислил. Есть вот совсем замечательные. 2 на 4,2 сантиметра телескопчика. Килт называется. И тем не менее, вот такие 2 клистерных трубки по 5 сантиметров, меньше чем 5 сантиметров. Размер нивелировали теодолита. Они открыли 22 экзопланеты. В том числе и одну у исключительно большой звезды, которая очень горячая. То есть планета сама, а не звезда. Они стоят в хороших местах. Это вот Гавайи, это Чили и это тоже Чили. Как выглядит транзитная кривая при открытии? Вот в данном случае это вот ВАСП, вот этим инструментиком. Вот это открытие экзопланеты. Дальше видят, что блеск как-то чуть-чуть просел в каком-то месте. Наблюдают на более крупном телескопе. Получают вот такое корыце. Потом наблюдают, это 20 сантиметров, а вот это полтора метра телескоп. Вот так качество меняется при увеличении диаметра объектива. Кроме того, здесь поменяется очень хитрый метод, называется дефокусировка. Я что-то такое говорить не буду, если хотите, потом в конце вопросов скажу. Ну и наконец, наиболее продуктивная миссия на данный момент, это миссия спутника Кеплер. Это вот такой вот аппарат. 95 сантиметров у него зеркало. Вот это набор из ПЗС-матриц, который был установлен. Это большая, на тот момент это очень большая ПЗС-матрица. Поле 10 на 10 градусов. Он отнаблюдал 300 тысяч звезд 4 года. Потом у него сломались гироскопы, он продолжает наблюдать, но уже не одну точку, а его носит по всему небу. Он при этом продолжает делать открытия, но не в таких количествах. Вот точность у него. Вот давайте вернемся вот сюда. Здесь изменение на 2%. Видите? От единички на 0,98. А здесь 20 миллионных долей. Не 0,02, а 20 миллионных. Это вот точность фотометрии, которая позволила миссии быть столь успешной. Вот число открытия экзопланеты, вот результат работы спутника Кеплера. Видите, как сразу выросло. Со 100 в год до... ого-го, сколько. Вот область на небе, куда он смотрел. Млечный путь, есть в созвездии Лебедя, вот Денеп, и вот рядом с ним вот такой крест толстый. И вот это диск Луны. Вот это область, куда 4 года смотрел Кеплер, чтобы открыть, проведя больше 2000 дней в космосе, понаблюдав 306 604 звезды, получив 12 миллиардов наблюдений, получил 21 терабайт данных, отправил на Землю, открыл 4600 кандидатов экзопланеты, из которых уже на тот момент, это 15-го года слайд, было 1000 подтвержденных. Вот, вот какой он был продуктивный. Как выглядит типичная кривая Кеплера? Не сильно отличается от вас, правда ведь? Только посмотрите, там были проценты, а здесь, вон, видите, десятитысячные. Есть такой сайт, Planet Hunters, где выложены кривые блеска, полученные спутником Кеплер, и каждому из вас, кто туда идёт и зарегистрируется, предлагается найти вот на такой красивой кривой хоть один транзит. Все ожидают, что им хотя бы что-то вот такое покажут, а уж хотелось бы что-нибудь вот совсем вот такое. Но, увы, такое всё уже открыли, и осталось только вот такое. Вот, но надо сказать, что даже этим проектом любители, то есть интернет-пользователи, открыли несколько интересных планет. Без всякого программирования нейронных сетей, машинного обучения, просто вот глазиком и мышкой кликая. Вот, ну вот, собственно, ещё одна картинка, которая показывает вклад миссии Кеплер. Это то, что было известно до полёта Кеплера. Это период в днях, видите, до здесь 100 тысяч дней. И массы. Они чётко делятся на группы. Видите, есть массивные на коротких периодах, и есть массивные на длинных периодах. Нету массивных на средних периодах. И совсем мало-мало массивных. А Кеплер вон какой остров сделал из открытых планет. Это совсем старый слайд, я его для примера показал. Вот 13-й год. На тот момент ещё первый релиз Кеплера не вышел. Среди всех подтверждённых тысячи экзопланет доминировали газовые гиганты. Казалось, что во Вселенной наиболее часто встречаются планеты типа Юпитера и больше Юпитера. Но когда появились данные Кеплера, выяснилось, что газовые гиганты сильно проигрывают определённому типу планет, которые назвали либо сверхземли, либо субнептуны, либо что-то такое промежуточное. Мне больше нравится сверхземли. Это вот, видите, всего лишь 330 планет типа Юпитера и больше. А больше 2000 планет, 2500 кандидатов Кеплера, это планеты от 1 с четвертью радиуса Земли до 6 радиуса Земли. Вот Юпитер, видите, туда ближе, заметно больше. И что самое удивительное, этих планет нет в нашей Солнечной системе. В этом смысле наиболее часто мы знаем, что планеты, которые встречаются, это сверхземли. Это размером больше Нептуна и в 2, в 3, в 4 раза больше Земли. Но в нашей Солнечной системе таких планет нет. В этом мы почему-то отличаемся. Иногда транзитные кривые бывают какие-то совсем кривые. Это ещё не самая степень крайней кривизны, я вам покажу там более кривые. Видны такие бугорочки. Видно, что это не ошибки и наблюдения, это явное какое-то отклонение. Что может причиной быть таких отклонений? Это, кстати, видите, у вас 19, планета открыта маленькими телескопами. Пятна. Это, понятно, наше Солнышко, это не снимок экзопланеты и её звезды. Это прохождение Венеры, которое было в 2012 и в 2004 годах. И следующее будет через 100 с чем-то лет, с небольшим, 102 года, кажется. И как бы сказал мэр Киева, не только лишь все, но и каждый из нас вряд ли доживёт до этого. Может кому-то и посчастливиться. Каким образом происходит влияние планеты, я чуть позже покажу. Вот немножко больше внимания уделим тому, как можно померить свойства звезды по наблюдениям планеты. Уже упомянутый в начале лекции Отто Струве, он прославился тем, что в 30-е годы первым открыл вращение звезд вокруг собственной оси. По спектральным наблюдениям. Что при этом происходит? Если звезда вращается, часть её приближается к нам, часть удаляется от нас. Тем самым часть атомов даёт эффект Доплера. За счёт синего смещения, часть даёт красное смещение. И линия, которая была бы узкой, если бы не смещалась, она становится более широкой. Вот по уширению спектральных линий в спектре звёзд, Струве и советский астроном Шайн в Крымской обсерватории обнаружили, что звёзды вращаются. Что происходит, когда планета покрывает часть звезды? Она закрывает от нас ту часть звезды, которая, например, приближается к нам. И тогда в общем суммарном спектре звезды появится избыток некоторой красного смещения, если она отсюда движется. Потом наоборот, когда она проходит по центру, ничего не происходит. И когда планета перекрывает ту часть звезды, которая от нас удаляется, будет избыток синего смещения у звезды. Этот эффект называется эффектом Расситера-Маклафлина, и он был открыт для двойных систем звёзд, затменных систем звёзд в 20-е годы 20-го века. Что при этом происходит? Вот тут для наглядности звезда вращается сюда, с тарелочками показано движение планеты. Планета находит это смещение, эффект Доплера, в общем, величина эффекта Доплера. Планета находит и закрывает часть синей смещенной звезды. Наблюдается избыток красного смещения в спектре, раз часть мы не получаем. Потом планета доходит до центра, снова ничего не меняется. Потом она симметрично происходит ситуация наобратно. И получается, мы должны такое вот отнаблюдать. Это блестящий метод для измерения того, как согласована плоскость орбиты Земли и ось вращения звезды. Мы знаем, что ось вращения Солнышка наклонена к плоскости Солнечной системы где-то на 7 градусов. То есть довольно хорошо экваториальная область Солнца совпадает с плоскостью планет всех. А что же у других звезд? Если звезда движется в прямом, в красивом, мы получаем вот такую картинку. Если же ось, вот стрелочка показывающая ось вращения звезды, а это направление плоскости орбиты, соответственно, планеты, движения планеты. Мы будем видеть, что планета мало покрывает малую часть времени синей смещенную часть звезды и будет кривая асимметричная. А если вообще под большим углом, почти перпендикулярно плоскость орбиты, то есть ось вращения звезды совпадает с плоскостью орбиты планеты, то мы вообще увидим вот такую горбую кривую. Реальное наблюдение. Транзит. Планета ХАТП1Б. Красивая симметричная кривая. То есть плоскость орбиты планеты хорошо лежит перпендикулярно оси вращения звезды. Уже почти одна горбая. Видите, вот это ХО3, один из тех малых проектов. Вот наклон 37 градусов. Вообще нет никаких изменений в метре скорости. То есть это случай перпендикулярности, когда плоскость орбиты перпендикулярна, и как раз параллельно оси вращения звезды. И совсем замечательный случай, когда они противоположно направлены. Когда планета имеет противо... Называется это эритроградное движение, обратное. Когда звезда вращается в одну сторону, а планета движется в другую сторону. Вот. Как распределены углы наклона, вот угол наклона по оси Y, от странного показателя, от температуры эффективной звезды. Горячие звезды имеют, как правило, планеты на более высоконаклоненных орбитах. Вот это общая масса, то есть в среднем, подавляющее большинство звезд, для которых этот эффект померен, он померен аж для 109 планет. Из 400 тысяч. Вот. Они имеют наклоны от нуля до где-то 20 градусов. То есть более или менее совпадают с экваториальной плоскостью звезды. Но вот у горячих звезды имеют больше планет с большими наклонами. Вот. Вот одна из планет. И вот систематически у нее наблюдаются такие вот печки в транзитном минимуме. Это проявление пятен. Когда планета нагоняет пятно, она, закрывая пятно, тем самым повышает яркость звезды. Вот. И будет наблюдаться вот такой горбик, который дрейфует за счет того, что и пятно еще движется. Планета регулярно покрывает. Но, как правило, эти планеты довольно имеют быстрые периоды обращения, а звезды имеют периоды типа там десятков дней месяца. То есть планеты чаще пересекают диск звезды, чем пятна успевают проехать по диску самой звезды. Мы это знаем за солнышко. Вот. Тем самым, используя транзитные кривые для запятненных планет, можно изучать, как пятна распределены по диску звезды. А что такое пятна? Пятна — это выход линии магнитного поля звезды. Тем самым мы получаем в руки инструмент, который позволяет изучать, как распределено магнитное поле по поверхности этой звезды. Например, вот, вокруг которой вращается планета Хатк-П11. Вот, что здесь изображено. Это дни, а это широты, на которых встречаются пятна. Для солнышка существует вот такая правильная картинка. Пятна имеют систематический дрейф по широтам в цикле солнечной активности. Скажем, в минимуме пятна встречаются сначала на высоких широтах, а когда максимум активности, они ближе к экватору. Вот эта картинка, она напоминает крылья бабочки, называется бабочкой Маундера, по фамилии человека, который обнаружил. Как видим, у звезды, ну, правда, один цикл — это 11 лет, а здесь всего лишь 1200 дней. Это не сильно значимо. Ну, тут мы такого дрейфа пока систематически не видим. Но видим области, в которых систематически пятна появляются. То есть есть области преимущественного пятна образования на других планетах. Ну, вот, уже покривее кривая. Обратите внимание, есть вот тут спад какой-то, слабенький-слабенький, и есть печок в центре. И снова симметричный тут загогулино и выход из транзита. Что это такое? Кто-нибудь может предположить? Колесо. Нет. Что-что? Нет, нижний скачок, нижний скачок, нижний скачок. А почему вот этот есть, и он симметричный? Видите, это пятно бывает и тут, и тут, ну, на разных участках. А этот почти по центру сидит. И тут есть симметричная картина. Может, это планета со спутником? Близко. Это две планеты. Смотрите, что происходит. Сначала одна планета находит на диск. Яркость падает. Яркость выровнялась, планета зашла. А тут вторая планета начинает побольше заходить. Мало того, она потом догоняет первую, закрывает ее от нас. И мы видим центральный пик. Потом ситуация симметрически повторяется. И мы получаем вот такую вот красивую кривую, которая очень похожа на вот-вот-вот. Вот-вот это. А вот что касается спутников. Это такой взгляд в будущее. Мы очень хотим, в смысле, мировое астрономическое сообщество, открыть спутники у других экзопланет. Понятно, что они быть должны. Куда же им деваться? Вот. А что будет при этом? Значит, спутник, он меньше планеты. Поэтому сначала, когда заходит спутник, будет менее глубокий минимум. Когда найдет планета, будет более глубокий минимум. То есть будет такая ступенькообразная характерная кривая. И наоборот, если спутник будет заходить позже. Но, увы, пока нашей точности для открытия спутников недостаточно. Это задача для телескопов будущего поколения. Но вот что можно открыть? И что было сделано? Вот есть очень короткое название для звезды, в которой это наблюдалось. В 2007 году ее специально сократили до Y-1407b. Вот, Y-1407, дальше еще много-много цифр. Вот. Транзитная кривая выглядит вот таким образом. Видите точки, как идут? Она то растет, то убывает блеск, то снова подскакивает. И все это длится 60 дней. Не часы, как у обычных транзитных планет, а 60 дней. И что было предположено? Ну, во-первых, какая планета? Это может и не планета, а по массе 20 масс Юпитера, плюс-минус 6. То есть это большая ошибка. Это может быть и коричневый карлик. На расстоянии 4 астрономических единиц. Поэтому так долго длится транзит. Естественно, период у него большой. Следующий раз мы увидим еще не скоро. Вот. Напомню, у Юпитера 5 астрономических единиц 12 лет. Вот. Так что тут мы скоро, может, увидим второе прохождение. Период, видите, почти 4 тысячи дней. Это система колец. Как у Сатурна. То есть огромная система колец у этого компаньона звезды, то ли карлика коичневого, то ли гиганта газового, непонятно. Но это первая система окольцованной планеты, или спутник у вне Солнечной системы. Вот. Какие свойства атмосферы экзопланет можем узнать мы из транзитного метода. Свет от звезды, когда планета проходит по диску звезды, он проходит через верхние слои атмосферы. Часть проходит сквозь, часть поглощается. И сравнивая спектр звезды, саму-то планету мы не видим, в момент транзита, и когда планета за звездой, и вычитая один спектр из другого, если что-то после вычитания остается, то, по-видимому, это что-то есть результат взаимодействия света звезды с атмосферой планеты. И тем самым можно выяснить, из чего же состоит атмосфера этой экзопланеты. Это называется трансмиссионная спектроскопия или транзитная спектроскопия. Кроме того, это будет зависеть от того, какая атмосфера звезды. Она плотная, она разреженная. Есть ли, например, в ней облака. Вот. Вот пример транзитного спектра сверхземли, который называется Глиза 1214b. Что мы тут можем видеть? Спорсии х это длина волны в микронах. Это инфракрасная область. Глаз этого не видит. Здесь изменение глубины какой-то из полос. В каких-то там долях, неважно в каких. Черные точки с усиками это реальные данные наблюдений. Цветные кривые это модели. Зеленая кривая это предположение того, что вся атмосфера этой планеты состоит из метана. То есть, вот это вот зеленая. Если бы точки лежали на ней, мы могли бы сказать, что в атмосфере этой планеты доминирует метан. Я уже заговариваюсь. Синенькая это вода. Красненькая это СО2. Видно, что в общем ни с синим, ни с зеленым точки черные не бьют никак. Явно это не метан и не вода. Вот с красным, ну в принципе красные вот в этой волосе не противоречат кривая. Но вот здесь явное расхождение. Вы больше, чем ошибки наблюдений. Вот эти усы это ошибки наблюдений. То есть, мы видим, что в широком диапазоне длин волн инфракрасном спектр планеты плоский. Она серая. У нее нет цвета никакого. О чем это может нам говорить? Что мы знаем в нашем небе, что серая и не имеет цвета? У нас желтая. Это облака. Облака ведь беленькие или серенькие. Правда ведь? Вот. И было сделано такое предположение, что здесь мы видим планету, покрытую полностью облачным слоем. Обратите внимание, обращу ваше внимание, на это число 70. Это величина, характеризующая степень того, насколько хорошо мы можем померять спектр. Я чуть-чуть в конце, не чуть-чуть, а в самом конце вернусь к этому числу. Ну вот другой пример. Только то у нас был ближний инфракрасный диапазон 1,1-1,7 микрона. А это дальний инфракрасный диапазон до 20 микрон практически. Тут тоже кривые атмосферы из метана, воды и углекислого газа. Но видно, что точки не очень хорошо, особенно вот эти, совпадают с кривой. И проверены графики температур. Как узнать, какая температура планеты? Ну как видите, она может меняться, плюс-минус лапать, то есть почти 800 градусов. Ну вот настолько хорошо мы знаем этот вопрос о том, что в науке мы все знаем приблизительно. И каждое измерение, оно не обладает конечной степенью надежности и того, насколько мы уверены, что это значение именно таково. Вот. Еще сложная картинка с точки зрения понимания того, что на ней изображено. Смотрите, когда... Давайте я, может, попробую вернуться вот сюда. Когда планета вот так расположена, мы ничего не видим, планета для нас темная. Это неосвещенная сторона к нам обращена. А когда планета будет вот здесь, на своей орбите, часть диска планеты будет освещена. Правда ведь светом звезды? И вот оказывается, что... Вот эта ситуация. Что можно померить вариации блеска звезды, которые связаны с тем, что планета вносит свою маленькую добавочку. И эта штука называется фазовой кривой. Она позволяет определить, как распределена температура в атмосфере планеты по диску планеты. Нагрета ли часть планеты, одна сильнее, и насколько эта часть симметрична относительно направления на звезду. Сейчас, почему это важно? Потому что большинство планет, которые удается таким образом изучать, это большие гиганты, которые очень близко к своей звезде. А что значит очень близко? На эти планеты действует приливная сила, такая же, как действует на нашу Луну и Землю. Земля затормозила вращение Луны настолько, что период обращения Луны вокруг Земли совпадает с периодом вращения Луны вокруг собственной оси. Поэтому мы видим Луну всегда повернутую к нам приблизительно одной стороной. То же самое и для экзопланет, подавляющего большинства горячих Юпитеров. Они так называемо приливно замкнуты. Они всегда смотрят на звезду одной стороной. Звезда нагревает эту часть планеты. И в атмосфере планеты действует специфическая система ветров. Раз все время одна сторона нагрета, ветра будут оттекать от горячей точки на другую сторону планеты. И там образуется то, чего в нашей Солнечной системе не наблюдается. Когда есть перенос воздушных масс от одной области по радиусам, по всем направлениям. Вот, например, построенные карты распределения температуры по поверхности звезды для вот этой планетки. А это сколько планет всего таким методом исследовано. Что мы на данный момент знаем и об атмосферах планеты, и о чем мы пока только мечтаем. Первая кромка это наши иллюзии. То, в чем мы не уверены, то, что мы сейчас не можем мерить. Это, например, поляризация излучения экзопланет. Вот, наличие метана и углекислого газа в транзитных экзопланетах. Температурная инверсия. Что это такое? Это желание еще глубже проникнуть в свойства атмосфер планет. Мы знаем, что температура в атмосфере Земли меняется следующим образом. Она сначала падает, потом начинает расти, потом снова некоторое время падает и дальше только растет. Вот, наличие того изменения характера температуры с высотой в атмосфере Земли называется инверсией. Что в какой-то момент она сначала убывает, а потом начинает расти. Вот, мы хотим наблюдать такие же штуки и в атмосферах других экзопланет. И, наконец, углитые планеты. Вот такой термин. Буквально три дня назад вышла статья с обнаружением, когда померили отражательную способность газового гиганта. Ну, вот сейчас ночью, кто выйдет, посмотрит низко над горизонтом южным, видна яркое-яркое такое светило. Кто-нибудь видел? Нет? Никто не видел. Ну, может каждый выйти и посмотреть. Это светило, это Юпитер. Как отличить вообще планету от звезды на небе? Вот вы смотрите на небо, вдруг вам захотелось помечтать о хорошем. Вот, и вы видите яркую точку. Это планета или звезда? Отличить очень просто. Звезды мерцают, они мигают, а планеты нет. Вот если они не мигают, это планеты. Вот Юпитер видно. Юпитер яркое, довольно светило, но хорошо отражает свет. Все наши газовые гиганты хорошо отражают свет. А была открытая экзопланета давно еще, ВАЗ-103Б, у которой отражательная способность 3%. Это темнее, чем уголь. Сажа. Сажа 5% отражает свет. А это планета 3. Видимо, что-то в ее атмосфере есть такое, что очень хорошо поглощает свет. Какие-нибудь наночастицы, нано-пы. Вот. И стрелочками тут показано, на что мы надеемся насчет прогресса. И благодаря каким инструментам. Но я детально это описывать не буду. Перейдем к свойствам многопланетных систем. Таковых, как я уже говорил в самом начале, сейчас число приближается к 700. Вот. Вот старые данные, это 16-й год. 509 экзопланетных систем. За год, благодаря продолжению работы Кеплера, анализу его предыдущих данных, практически на 100 планетных систем возросло число известных звезд с многопланетными системами. В ближайшие, в 15 световых годах, есть звезда вот такая вот, у которой 4 планеты. То есть, довольно близко к нам, свет всего 15 лет путешествует, так что мы можем отправить туда радиосигнал и ждать, когда он вернется назад, если кто-то нам ответит. Вот. В ближайших 50 световых годах 12 планетных систем. Самая далекая планетная система, вот открытое микролинзирование, я вам ее показывал со сложной коревой с 5-ю моментами, это 13 тысяч световых лет. Ну вот тут планетные системы, вниз число планет в системе спадает. Восьми планетные, одна наша. Нам пока не удалось открыть планетную систему, где было столько же планет или больше, чем в нашей. Семи планетных систем, вот они оранжевенькие, 4. Может вы помните, несколько лет назад нашумело открытие системы TRAPPIST-1. По всем новостям говорили, но я дальше немножко о ней скажу. Тут указано, где она на небе расположена, звезда, блеск этой звезды, расстояние, секторальный тип, масса звезды в массах Солнца, температура и возраст в миллиардах лет. Вот есть планетная система, которая 12 миллиардов световых лет. Она возраст на нашей галактике. А вот есть довольно близкие к нашей, вот 4 и 3 миллиарда световых лет. О, миллиарда обычных лет, извините. Вот, 6-ти планетных, 3 системы, 5-ти планетных, 15-ти, 4-х планетных, 49-ти и так далее. То есть чем меньше красность, тем больше таких планетных систем. Планетные системы очень интересны для изучения архитектуры и построения орбит планет в этой системе. Я вначале говорил, что вот в нашей Солнечной системе Юпитер и Сатурн имеют кратность в периодах обращения вокруг звезды. 5 периодов обращения Юпитера равны 2-м периодам обращения Сатурна. Вот такие резонансы, вот они здесь, эти цифры перечислены, и у скольких пар планет такие резонансы встречаются. Так вот, анализ орбит в мультипланетных системах говорит следующее. Что большинство планет в многопланетных системах не входят в резонансы. Но, и даже не близки к этим резонансам. Тем не менее, распределение частот обращения планет вокруг своей звезды отличается от случайного. Если бы эти процессы были просто случайными, полуслучайным явлением. То есть, есть какая-то закономерность, есть действия физических законов, которые описывают, где же планета останавливается в своем образовании. Дело в том, что планеты при формировании могут перемещаться в своем протопланетном диске, из которого они рождаются. Видно, что в малых резонансах, 2 к 1 и 3 к 2, где-то наблюдается 110 планет. Из пар планет, из 7 почти сотен планетных систем. Интересная тема планеты в двойных системах. Любимая тема создателей Звездных войн, когда они показывают, как вечером на закате садится 2 звезды. Так вот, сколько таких мы знаем? Из 4000 планет в многозвездные системы, в двойные и более кратные системы входит совсем немного планет. В 80 двойных звезд входит 113 планет. И 33 планеты входят в 24 кратные звездные системы, когда в одной системе не 2 звезды, а 3 и выше. То есть совсем немного планет в кратных звездах. У кратных звезд. Здесь расстояние по оси Х, расстояние между звездами в двойной системе. А здесь большая полуось планеты. И видно, что четко есть три группы. Есть планеты на расстояниях в десятках астрономических единиц, вокруг двойной системы, очень тесной. И есть много планет, которые имеют малые большие полуоси вокруг широкой двойной системы, когда 2 звезды далеко. И есть группка промежуточных. То есть можно разделить, что планеты у двойных звезд и у кратных звезд делятся на два таких типа, на S-тип и P-тип. S-тип это когда широкая пара, и вокруг каждой из звезд вращаются планеты. Либо у одной из звезд. И либо наоборот. Есть тесная двойная звезда, и вокруг общего центра масс, вокруг двух этих звезд, как любят показывать в Звездных войнах, там обычно эту ситуацию показывают, летает далеко-далеко, планетка. Когда только Кеплер заработал, все планеты, которые открыты Кеплером, они называются вот таким образом. Кеплер и дальше номер в порядке подтвержденности планет. Nature это самый главный журнал среди ученых. Там публикуются самые топовые результаты, хотя не всегда, надо сказать. Но каждый ученый мечтает получить, опубликоваться в статье Nature. Скажем, в нашем университете в год, редко-редко, на самом деле раз чаще, в несколько лет, попадают наши сотрудники в статьи, в соавторы, в статьи Nature. Но бывает. Вот обложка, посвященная Кеплер-11, где шести планетная система, а 5 планет внутри орбиты Меркурия находятся. Вот эта планетная система, здесь массы в массах Земли, видно, что это сверхземли. От 2 масс Земли до 8 масс Земли, и 5 планета порядка 300 масс Земли, то есть это газовый гигант. Вот солнечная система, это орбита Венеры, это Меркурия, и вся планетная система помещается внутрь орбиты Венеры. Пятипланетная. Радиусы, это массы и радиусы, то есть это сверхземли. И видно, что они довольно кратко-периодически, это малоплотные системы. То есть это системы с малой плотностью. Вот снизу тоже график. Солнышко, Меркурий, Венера. И вот вся планетная система Кеплер-11. Вот так сложно выглядит транзитная кривая этой звезды. Много разных провалов на разную глубину. Вот транзиты, отвечающие каждой из пяти планет. На таком графике я сильно останавливаться не буду. Ну и вот нашумевшее открытие Тропист-1. Чем оно нашумело? Вот Google даже выпустил свой дудл на эту тему. Вот как она смотрит Земля, и бац, вот тут такой нежданчик. А она не одна, а их-то много. И почему-то по версии Google Земля не очень довольна этому открытию. А Луна наоборот. Я не знаю, какой логикой они руководствовались. Но тем не менее. Снизу показаны планеты земной группы нашей Солнечной системы с их характеристиками. Это орбитальный период, расстояние от звезды, планетный радиус и масса планеты. А сверху те же самые параметры, показанные для планет системы Тропист-1. Вот чем она любопытна? Эти все планеты, все аж 7. Это, кстати, не первая семипланетная система. Я вначале показывал, что таких несколько. Получается, что это все очень тесное, близкое к своей звезде планетная система. Видите, периоды аж до 20 дней доходят. Расстояние с ОТС динамических единиц. Но это все планеты, близкие по размерам к Земле. И по массе, правда, часто отличающиеся. В два раза 70%, 60% от массы Земли. То есть это целый набор землеподобных планет. Да еще и кроме того, вот транзитная кривая. Вот как выглядит транзитная кривая планетной системы. Видите, какая кривая? Сколько минимумов неправильностей. Вот отдельные транзитные кривые для всех отдельных планет. И вот сколько часов потрачено на телескопах разных. Вот 680 часов, 480 часов, 200 часов, 50 часов наблюдательного времени. 13-й, 15-й, 16-й год. Вот, чтобы сделать это открытие. Потому что звезда, которую наблюдали, очень слабенькая. Это красный карлик. Вот это звезда, вокруг которой вращается планетная система. А это размер Юпитера. Маленькая звезда, очень маленькая. Это сверххолодный карлик типа М8, массой в 10% от массы Солнышка. Он практически 80% масс Юпитера. И поэтому они очень близко к этому карлику. Ну вот сравнение системы Торпист-1 и орбита Меркурия. Видите, все они туда влазят внутрь. А вот для сравнения сверху система спутников Юпитера. И она не намного меньше, чем планетная система Торпист-1. Вот, немножко остановлюсь на этом графике. Что здесь показано? Это масса и радиус планеты. Все в единицах Земли. И различные модели состава. Вот это, например, 100% железная планета. То есть полностью сделана из железа. То у нее с ростом массы вот так меняется радиус. А это полностью водяная планета. Вот так у нее обменялся радиус с ростом массы. Вот точечки для различных планеток. Вот Венера и Земля. Вот Глиза какая-то, несколько Кеплеров. А вот это Б, Ф, Е, Д. Это система Торпист-1. Вот видно, что... Можно выяснить, из чего состоят эти планеты. Видно, что они силикатно-водные. Часть из них очень хорошо. Силикатные, вот Е и Д. Они четко ложатся на состав, видите, 25% железа, 75% магний-силиция-О3. То есть этот график, вот, если хорошо, но обратите внимание на ошибки. Видите? Это вот область неопределенности. То есть эта точка может лежать как здесь, и даже здесь, так и здесь. Увы. Еще один график, посвященный этой системе. По оси иксов, это падающий поток излучения от звезды в единицах Земли. Мы знаем, что на Земле на каждый квадратный метр падает приблизительно 1360 Вт. Вот солнышко дает нам такую энергию. Вот это единичка. А это планетный радиус. Вот Земля, единичка, единичка. А вот Венера. То есть у нее падающее излучение в два раза больше, а по размеру она меньше. И вот планетки системы Тропист-1. У некоторых сильно меньше, но приблизительно с таким же, как у Земли, индексом облученности. У некоторых сильно отличается индекс облученности. Он либо сильно меньше, либо заметно больше. То есть они горячие. Это что касалось системы Тропист-1. Вот интересный график. Это здесь 1500 планет. Распределение по массам. Видно, что оно бимодальное. То есть есть планеты двух основных масс. Двух групп масс. Сверху стрелочки это наша Солнечная система. Юпитер, Сатурн, Уран с Нептуном, Венера с Землей и Меркурий с Марсом. Обратите внимание, что наиболее часто встречающиеся планеты отсутствуют у нас. То, о чем я говорил. Сверхземли, самый распространенный тип планет, в нашей Солнечной системе не представлен. Почему? Не знаю. И Сатурн, видите, тоже к минимуму относится довольно редкая планетка. А вот Юпитер, такой типичный гигант. То есть вот это газовые гиганты, а это сверхземли. Совсем уже удивительная ситуация с плотностями. Тоже две группы, но смотрите, тут масса в массах Юпитера, а это плотность в граммах на сантиметр кубический. Но вы ошибки для тераписта один видели? Из-за этого получается, что плотность некоторых планет достигает 400 грамм на сантиметр кубический. Если верить этому графику. Напомню, что самое плотное вещество в природе, которое мы знаем из химических элементов, это осмий. У него 22 грамма на сантиметр кубический. Что такое 400, если это не ошибки наблюдений, неизвестно. Но видно вот такое, типа хвост-пласточки диаграммка. Есть планеты, у которых с ростом массы плотность растет, а есть у которых наоборот, с уменьшением массы плотность тоже растет. Что как-то странно. Почему они маломассивные, а плотность у них большая? Этот график доставляет до сих пор много-много непонятного ученым. Как часто встречаются звезды у планет? Ну, если можете не смотреть на график, наслаждаться разноцветностью его только. Я скажу вам только то, что в основном гигантские планеты встречаются у 10% звезд типа Солнца. То есть, приблизительно 10% всех звезд ФЖК имеют планеты-гиганты. Что касается менее массивных планет, то если планеты с суперземлей, вот 30-30 масс Земли, это суперземли и газовые гиганты, но не самые массивные, открытые по месту радиальных скоростей, то они встречаются, ну вот видите, две статьи, две разных оценки почти в два раза. Ну, где-то 20%. То есть, у большего числа звезд встречаются планеты сверхземли, чем газовые гиганты. И, наконец, типичные суперземли, по данным Кеплера, вот у них очень хорошая точность, тоже где-то 13%. То есть, для себя можете отложить, что у звезд типа Солнца, у 10% есть планеты и гиганты, и типа Земли. Зоны обитаемости. Это очень такая широкая тема. Определение о зоне обитаемости классической таково. Это тот диапазон расстояния от звезды, в котором эффективная температура планеты лежит в диапазоне от 0 до 100 градусов. То есть, жидкая вода может существовать на ней. Но это очень грубое и очень общее определение зоны обитаемости. Почему? Потому что для того, чтобы у планеты была вода, у нее должна быть атмосфера с водой. Планета должна быть достаточно большой, чтобы у ней была тектоника плит, потому что вода появляется за счет дегазации при извержении вулканов. Это основное по массе выбросов вещество. Чтобы сконденсировались океаны. И так далее, и так далее. Вот Венера в два раза больше получает излучение, а у нее температура на поверхности 450 градусов Цельсия. Там свинец плавится. Почему? Потому что есть парниковый эффект, который разогрел поверхность под атмосферой, все, что можно там испарилось. Есть Марс, который дальше и холоднее, там атмосфера в 100 раз менее плотная, чем у Земли. То есть, такое очень грубое определение, я бы даже сказал, вульгарное и примитивное определение зоны обитаемости, как та область расстояния, внутри которых у планеты может быть жидкая вода. Это очень упрощенное понятие. Вот она зелененькая тут изображена. И вот это планетки. Это газовые гиганты. И снизу это планетки типа Земли. Вот маленькие точечки. То есть, в принципе, напихано в зону обитаемости довольно много планет. Но нас планеты-гиганты не интересуют. На планетах гигант нет поверхности. Нас интересует что-то похожее на Землю. Много шума сделала работа конца 2016 года, когда открыли ближайшие к нам звезды планету Проксима-Б, звезды Проксима-Кентавра. Это красный карлик типа М5 с массой в 12% массы Солнца, в 14% от радиуса. То есть, совсем маленькая звезда. С температурой в 3000 Кельвин. Напомню, у Солнышка 6000 Кельвин. Но планетка обращается внутри зоны обитаемости. Частью она в ней, частью она близко подходит. У нее орбита вытянутая. Казалось бы, какая радость. Бери только корабль или лети. Исследуя эту планету. Но, увы, минус всех красных карликов в том, что у них бывают вспышки типа солнечных. Все вы, наверное, слышали, что иногда мощная солнечная вспышка может вывести спутник из рабочего состояния. А вот буквально в этом месяце появилась статья, что в феврале этого года зафиксировали самую яркую за всю историю наблюдения всех астрономических вспышек у красного карлика в тысячи раз превосходящую все солнечные вспышки. Блеск красного карлика возрос на 10 звездных величин. Это огромный всплеск. Такая вспышка, если там была планета, она у них сдует к чертовой матери всю атмосферу и испарит всю воду. Потому что светимость карлика, вот посмотрите, здесь для Проксимы светимость, вот это вот одна тысячная светимости солнца. А во время вспышки светимость этого карлика, который вспыхнул, была в тысячу раз больше, чем светимость солнца. Правда, это явление каковременное, но у красных карликов вспышки наблюдается завидная регулярность. Это типичный процесс их жизнедеятельности. Поэтому красные карлики не подходят для поиска обитаемых планет, потому что они регулярно облучают мощными потоками рентгена и гамма-диапазона свои планетки. В общем, дезинфекцию проводят. Так. Но тем не менее, есть ряд землеподобных планет у звезд типа Солнца, которых в зонах обитаемости. Что касается биомаркеров. Что считать признаками жизни на Земле? Когда к Марсу в 70-е годы посылали аппараты Викинг для поиска жизни на Марсе, была известная хохма о том, что если эти аппараты отправить в пустыню Сахара, то никакой жизни он там не найдет. Так они были устроены. То есть цель этого всего дела очень была сомнительная, с точки зрения, так сказать, по большому, по гамбургскому счету. И вот сейчас, буквально осенью этого года, выйдет такой обобщающий труд, называется «Справочник по экзопланетам». Handbook of Exoplanets. Где все, так сказать, мировые светила написали обзорные статьи, посвященные этой тематике. И в том числе, вот одна из статей посвящена этой как раз теме. Как можно обнаружить жизнь на Земле, если бы наблюдать Землю издалека? Вот внизу, среди набора вот этих разноцветных кривулек, нас интересует вот это светло-зеленое. Это спектр хлорофила, спектр отражения. Хлорофил, как вы помните из курса биологии 6 класс, это основной пигмент в фотосинтезирующих растениях. Особенностью этого хлорофила, почему этого просто хлорофила, является наличие резкого скачка отражения в красной части спектра. Вот видите, на 7000 хангстрема, на 0,7 микронах, очень быстро растет отражательная способность. С 5% до 50% в 10 раз. Вот эта характерная особенность, считается, что она пригодна для того, чтобы выяснять, есть ли на других планетах жизнь или нет. Если вот можно будет обнаружить вот такой вот характерный рост отражательной способности. Но посмотрите теперь сюда. Вот этот вот пунктирчик, который вроде бы тоже показывает, правда в синей части спектра, а не в красной. Вот есть и в красной, которая показывает. Это ИО. То есть есть ряд, а он обогащен серой, его поверхность покрыта соединениями серой. Есть соединения химические, которые могут имитировать деталь поведения спектра хлорофила, то есть резкий рост отражательной способности в красной части спектра. Но не быть хлорофилом. Они имитируют, но им не являются. Поэтому трудности поджидают в поисках жизни все время, везде и всегда. Надо быть готовым, чтобы как-то их преодолевать. Интересный подход был предложен вот в этой же статье, что мы, как цивилизация, имеем циклическую активность. Зимой мы мало что делаем, летом мы любим ездить отдыхать куда-то. И вот эта хрестоматийная кривая, и все борцы за глобальное потепление, или против глобального потепления показывают. Это данные из Гавайских островов. Там стоит спектрометр, который меряет линию поглощения углекислого газа в земной атмосфере. И он каждый год показывает вот такую пилообразную структуру. Опять же, научная хохма гласит следующее. Этот спектрометр установлен ровно над автостоянкой. И каждый год приезжают туда автомашины, делают выхлопные газы, и спектрометр все это меряет. Это СО2, это метан. Он тоже показывает годичные циклы. Поэтому проявлением жизни может быть такая годичная цикличность характерных биомаркерных газов. Но ни СО2, ни CH4 в прямом смысле биологическими не являются. В атмосферах других планет Солнечной системы они тоже присутствуют. Атмосфера Венеры и Марса это углекислотная атмосфера. Там СО2 доминирует в 90%. А не как у Земли, где доминирует азот. Например, доминирует азот и кроме Земли только у одного тела. Это Титан, спутник Сатурна. Там из 90%, 99% это азотная атмосфера. Как и у Земли. Так вот, известно, что у Земли атмосфера раньше была не такой. А она была, сейчас она окислительная. А раньше она была восстановительная. Откуда же взялся кислород? А кислород весь в нашей Земле создали синие-зеленые водоросли. И поэтому, когда в школе учат, что леса это легкие нашей планеты, то это наглая и неприкрытая ложь. Потому что леса наши это фитопланктон и синие-зеленые водоросли. Они основной продуцирующий элемент с точки зрения кислорода. Эволюционно жизнь создала себе атмосферу. Вдумайтесь, какая красота. Бактерии, которые умели только фантасинтезировать, обеспечили условия существования для сложных организмов, таких, как мы с вами. Кроме того, ДНК имеет спектр поглощения ультрафиолета, то есть то излучение, которое сильнее всего влияет на ДНК. Именно там, где атмосфера Земли ультрафиолет не пропускает вообще. А надо сказать, что ДНК появилась раньше, чем атмосфера Земли в современном понимании. Защищает от нас от ультрафиолета озоновый слой. Озон образуется из кислорода, а кислород продуцирует синие-зеленые водоросли. То есть жизнь, она очень хитро устроена в этом смысле. Что же мы знаем? Я уже подхожу к концу как раз. Вот распределение расстояний до звезд, у которых обнаружены экзопланеты. Есть основной пик на расстояниях до 200 парсек. 200 парсек умножьте на 3,26, получите 600, то есть до 600 световых лет. И дальше очень такое длинное плато до 1500 парсек. Вот это 1500 парсек, и это наша галактика. То есть все, что мы знаем, вот здесь внутри этого маленького кружочка. Многие поняли. Поле для исследований колоссальное. Например, когда образуются планеты. Планеты образуются, когда же тогда и образуются звезды. Звезды образуются из газа молекулярного, который есть в других галактиках. Вот карта распределения молекулярного газа в галактике NGC 5055. Это молекулярный газ, это темп звездообразования. То есть во всей галактике дисковой, тут просматривается спиральная галактика, есть материал для образования звезд. Вместе с образованием звезд протекает образование планет. Так что в нашей галактике ситуация ненамного отличается от этой. Что же нам готовит день грядущий? С точки зрения исследований. Вот то, что уже летало. И вот буквально на днях должны запустить ТЭС, новый спутник. Вы разве запустили? Я смотрел, по-моему. Они должны были вчера запустить, но я не видел новостей, что запустили. Вот, это уже не первый раз откладывают. Я даже могу поехиничить, почему. Потому что с 2014 года исходно спутник ТЭС должен был запускать НАСА своей маленькой ракетой. Но потом они отдали запуск Илону Маску. Теперь мы ждем, когда он его запустит, Фальконом. Ну, в принципе, Фальконы у него летают хорошо, поэтому, я надеюсь, дождемся. Вот, James Webb Space Telescope. Это, как это, нет повести печальнее на свете, чем повесть о запуске Джеймса Уэбба. Если, вот, всем рекомендую, зайдите на английскую Википедию с James Webb Space Telescope. Там есть блестящая табличка. Состоит из, она из год данных, год планируемого запуска телескопа и сумма, которую планируется потратить на создание телескопа. Эта табличка занимает почти 20 лет. Вот. И объем финансирования вырос в 10 раз. И уже, вот, за последний год трижды переносили время запуска. В конце, в 16-м году говорили, что запустят в конце 17-го. В 17-м сказали, что в начале 18-го. В конце 17-го сказали, что уже в 19-м. И вот буквально месяц назад сказали, что уже в 20-м. В общем, это, и это так длится с 90-х годов. Дата все время переносится. Вот. И самое будет веселое, знаете, в том, что вдруг у них ракета не взлетит. Вот. Это будет, конечно, да. Вот надо, правда, еще одно замечание общего характера. Почему так трудно его запустить? Хаббл. Это большая труба, которая целиком хорошо влазила в отсек спрейс-шаттла. Спрейс-шаттлы больше не летают. Ракета-носители имеют ограничения по габаритам того, что они могут выводить на орбиту. И чтобы вывести 6,5-метровое зеркало, Джеймс Вэбб пришлось делать самораскладывающимся. Это сильно удорожило технологии. Это очень дорого стоит. Вот. И, в принципе, с точки зрения развития космических спутников и инструментов, мы подошли к пределу своих земных возможностей. Нет у нас возможности выводить крупногабаритные объекты на околоземную орбиту. Поэтому больше, чем Джеймс Вэбб, ничего не планируется. И это печально. Вот ТЭС. Видите, тут написано запуск 2017 год. Вот. Он, в отличие от Кеплера, сделан из 4 маленьких. У Кеплера метровое было зеркало, здесь 4 линзы. Вот они. Вот такого типа. Широкоугольных. Вот они 4. 1, 2, 3, 4. Он будет выведен на орбиту. Вот его матрица. И он, что он должен сделать? Он должен увеличить число открытых экзопланет с 5000 до 20000. Исходно он планировался под поддержку Джеймс Вэбб Space Telescope. Но, увы, я уже описал ситуацию с ним. Следующий. Хеопс. Это маленькая миссия. Он где-то метр на полтора. С диаметром объектива 30 сантиметров. И он должен мерить только яркие звезды до 9-й звездной величины. Что он позволяет сделать? Он может мерить транзиты землеподобных планет, обращающихся вокруг солнцеподобных звезд, почти поэзия, с периодом около 60 дней. То есть он нацелен на довольно узкую область исследований. Хеопс. Плато. Это вот большая следующая миссия, которая сильно продвинет открытие экзопланет по сравнению с Кеплером и с Тесом. Когда его запустят, он заработает. А у него, смотрите, 24 камеры стоит. 1, 4, 24. И 2 быстрых. Они умеют, они маленькие, но обозревают очень большой участок на небе. 12 сантиметров объективы. И меряют только яркие звезды. И он должен пронаблюдать, если Кеплер пронаблюдал 300 тысяч звезд, Платон должен пронаблюдать с такой же точностью где-то порядка миллиона звезд. И вот, наконец, мечта всех экзопланетчиков это вот этот WF First. Это, вот видите, через 30-й год запуска, но размер близнец Хаббла 2,4 метра. Такая вот мегапиксельная камера и довольно большой диапазон поля зрения на небе. Он имеет коронограф. То есть он может открывать транзитные планеты и детально изучать, делать снимки планету-звезд, такие, как я вам показывал. Ну и, наконец, наземные мечты. Вот так будет выглядеть, это из картоночек сделано, но уже зеркала льются, то есть нужно сделать все эти зеркала. 39-метровое зеркало. А это вот башня проекта 100-метрового телескопа. А это одно из зеркал американского 25-метрового телескопа. Тут еще, видите, картоночки лежат, а это уже готовое зеркало. Вот. И, в принципе, вот 39-метровое зеркало позволит, усоединив по транзитам по большому количеству, найти у красных карликов линию кислорода. Вот это, кстати, линия кислорода. А это моделька изображения для 100-метрового телескопа для той же задачи. То есть основной биомарке это кислород либо хлорофилл. Почему важно строить большие телескопы? Потому что вот спектр реальный, тут вот показано H2O, 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 вода, вода, вода и есть кислород. А различные сглаженные кривые это вот спектральная разрешающая способность. Вот я вам говорил там вот, когда один из спектров показывал 70, и обратите внимание, вот здесь от 10 до 200 показано. Чем выше это число, тем лучше мы можем измерить спектр. Если маленький телескоп, мы вот такого никогда не увидим и не сможем определять свойства атмосферы. А увидим вот это или не увидим вообще ничего. Астрономы живут за счет того, что они все время строят все больше и больше телескопы. Ну вот. Спасибо. Вопросы? Да. Спасибо за лекцию. Мне интересно, какие оптические телескопы есть на территории нашей страны, там, бывшего СНГ, которые можно использовать для поиска планеты и использовать? В принципе, для того, чтобы я вначале показывал, есть обзорные телескопы размером всего лишь 10 сантиметров, ну, совсем маленькие для открытия. И они вполне себе рабочеспособны для открытия экзопланет. Насколько я знаю, на территории бывшего СНГ проектов по поиску экзопланет не проводилось и не проводится. Наблюдать их можно. В принципе, мы и на своем телескопе проводим наблюдения транзитов экзопланет. Другой вопрос, зачем эти наблюдения нужны? Они, с точки зрения большой науки, нужны только для выявления так называемого вариации времени наступления транзита. Если у вас есть быстро вращающаяся планетка, где-то далеко летает массивная планетка, она будет возмущать маленькую вот эту вот, таким образом, что у вас время наступления транзитов будет меняться. И наблюдая длительное время, вы можете эти изменения заметить и сказать, что а, значит, где-то далеко летает массивная планета. В принципе, можно было бы, ну, шестиметровый телескоп, который вот Российская Академия Наук на Кавказе стоит, он, в принципе, если бы там была система адаптивной оптики и какой-то коронограф, они бы, наверное, тоже могли что-то снимать. Но, увы, у них ничего этого нет. Например, американцы на своем пятиметровом телескопе сделали систему и могут получать, ну, тоже это, на самом деле, не сильно важная задача для науки уже. Есть телескопы, которые это делают намного лучше. Непонятно, зачем дублировать это все. Вот. Поэтому большой такой науки экзопланетной в СНГ не, увы, не делается. Академия лучше, чем еще убирать. А, это хороший вопрос, можно о нем отдельно лекции рассказать. Вот. Атмосфера все замывает. Почему? Потому что в атмосферу это области горячего и холодного воздуха. Горячий имеет меньшую плотность, холодную большую плотность. Меньшая плотность, меньший показатель проломления, большая плотность, больший показатель проломления. Грубо говоря, перед вами, между вами и звездой летят линзы, собирающие и рассеивающие. Они приводят к тому, что ваша звезда вот так вот ее носит по всему полю. Ну, это размер, это я вам так изображаю, но на самом деле, если вы посмотрите в телескоп, это жуткое зрелище. Вот. Для того, чтобы получить хороший сигнал, вам нужно много копить время. И вот эта звезда, когда ее носит, она вместо маленького изображения, дифракционного, дает огромное пятно, для Бога. Так вот, атмосфера самая спокойная только в нескольких местах на Земле. Это Чили, Узбекистан, есть несколько гор в Узбекистане, Таджикистане, Южной Африке, Гавайи и Канарские острова. Вот шесть мест на планете, где можно ставить большие телескопы. Там их и ставят. Ну, кроме Узбекистана и Таджикистана. Если бы Союз не распался, были проекты постройки новых телескопов и установки именно там. Потому что, скажем, по сравнению с Кавказом, там качество в несколько раз лучше. Для сравнения, у нас в Харьковской области на нашей наблюдательной станции типичный размер изображения звезды на снимках три секунды, а в Узбекистане ноль семь секунды. В Чили достигает полусекунды. В Австралии? В Австралии там вы не построили больших как-то вот. Саддинг-стринс там нет в этом смысле такого. Пустыня как бы есть. Ключевым является воздух, он будет сухим, должна быть большая высота. А в Австралии больших высот нет. Гора Костюшка там не самая далеко высокая и удобная. Вот. Скажите, меня мучил всю лекцию вопрос. Вот тот второй пик, который появился, что их всего два таких пик. В чем? В наблюдениях я понял, что пик по массам пик Непитера и пик Сверзин и Сверзин и Нептуна. И может ли это быть артефактом нашего наблюдения за счет того, что мы просто все-таки недостаточно хорошо умеем видеть еще планеты субстанной. Мы маленькие действительно еще не можем видеть. Всего несколько планет открыты размером типа Меркурия. Меньше мы вообще ничего не открывали. В принципе, конечно, я же вам показал область, которую мы знаем в нашей галактике. В принципе, назвательная селекция играет большую роль в том плане, что мы видим то, что можем видеть на данном этапе. Но все-таки относительно ближайших звезд мы хорошую статистику имеем. По крайней мере в нашей близкой части к нам звездного окружения по-видимому доминирует по поводу эффекта линзового эффекта и атмосферы. Если мы сравниваем ширение спектров и когда планета подходит к объекту или там уходит с объекта и все такое не обманывает для нас линзовый эффект? Нет. Почему? Потому что линзовый эффект действует, когда у нас линзирует другую звезда звезда с планетами. И они линзы... Тут в чем еще разница? Сам объект который линзируется и линза далеко друг от друга. А когда планета она очень близка к звезде и там этот эффект на самом деле очень слабый и более того он не искажает спектр. Это просто усиление блеска. планета достаточно все равно маломассивная. Казалось бы у далеких звезд мы их видим когда звезда с планетной системой линзирует другую звезду. А отдельно линзировать планетой другую звезду такие тоже есть. Есть такие планеты называются свободно плавающие floating planets. Их действительно открывают по линзированию далеких звезд когда маломассивный какой-то объект проходит. таких несколько есть. Но для спектров это не играет роли. Вопрос по поводу экзопланет. В до кеплеровские времена была такая публикация что значительный весьма процент экзопланет имеет большие экзопланет. Как-то это изменилось со временем открытия Кеплера? Ну вот я не приводил данных в принципе то что Кеплер наоткрывал насчет больших экзентриситетов есть планеты у которых экзентриситеты весьма значимы 0.2 0.3 вот но насчет большинства я не уверен насчет того что большого количества планет далеко не для всех эта информация есть вот поэтому если честно я не могу точно так надежно сказать я литературу в этом смысле не знаю еще вопросы какие-то по поводу научные исследования по поводу поиска жизни именно рассматриваются варианты поиска скажем так небелковой жизни разумной жизни ну как это с точки зрения знаете когда там 60-е годы писали на основе углерода жизни а на основе кремния ну мы такую жизнь создали условно искусственный интеллект можно назвать кремниевой жизнью в какой-то мере он существует как паразит на нас вот в этом смысле тянет из нас ресурсы меняет психику людей все вы знаете там игроманов и прочее то есть в какой-то мере это можно философски рассматривать как будто бы один нас паразитирует вот но не белковая жизнь дело в том что это как в солярисе у лема то есть мы знаем жизнь только в нашем проявлении как мы выглядим вот поэтому очень трудно искать когда не знаешь что ты ищешь на самом деле если посмотреть литературу которая выходит там есть специальные книжки о том а какой же должен быть интеллект у других так сказать представителей разума но опять же тут всегда вспоминается фраза очень древняя о том что лучшим проявлением отсутствия разумной жизни во вселенной является отсутствие контактов этой разумной жизни с нами вот в этом смысле мы пока все очень печально ну вот в октябре этого года тоже совершилось великое открытие впервые удалось зафиксировать межзвездный астероид я не стал об этом говорить хотя это тоже в принципе относится к нам почему потому что известно из теории формирования планет что выброс вещества когда мигрирует планета гигант в своих газопылевых дисках считается что и наша солнечная система не избежала такого процесса и уран с нептуном очень сильно уехали от солнца скажем они раньше были ближе 10 астономических единиц а сейчас нептун на расстоянии 40 астономических единиц то есть 30 астономических единиц он проехал при этом он выбросил часть вещества в космос оно улетело из солнечной системы и видимо результатом такого же процесса является залетевший к нам астероид вот этот Омуамуа получивший такое звучное звучное название вот он совершенно удивительный он не похож на астероиды которые есть в нашей солнечной системе чем? тем что у него соотношение полуосей 1 к 10 у него он как сигара длинная таких астероидов мы не знаем в нашей солнечной системе а на данный момент померены кривые вращения для 39 тысяч астероидов из 700 тысяч открытых теоретически предсказывается что соотношение между полуосями таких астероидов вращающихся может быть порядка 1 к 3 1 к 4 но 1 к 10 никогда каким образом он так получился не знаем по цвету который удалось померить он похож на две группы астероидов из нашей солнечной системы это троянцы Юпитера на орбите Юпитера есть такие две группы астероидов которые очень красные очень темные и по-видимому богаты органикой почему они собственно красные и темные вот так вот соответственно вот его когда он пролетал есть такой проект радиоавстрономический который слушает вот они прослушивали не является ли не издает ли каких-нибудь подпискиваний в радиодиапазоне вот увы тишина тишина но конечно очень жалко и очень плохо что у земной цивилизации нет возможности для того чтобы вот когда влетает что-то такое в солнечную систему быстро послать ну хоть маленький ну хоть маленький космический аппаратик чтобы он хоть с близка ну хоть что-то снял попадалась информация не знаю насколько она прохала про какой-то объект на орбите под названием Black Knight который периодически издает сигналы ну не знаю не это что-то насколько я знаю это просто отработанная ступень какой-то ракеты которая вышла просто на не нестандартную орбиту полярную вот длительное время вот была загадка так называемый воу-сигнал там в 60-е или 70-е уже не помню точно когда да-да обнаружили в радиодиапазоне всплеск резкий на что не похожий долго искали искали не прошло сказать и 40 лет как выяснить что в тот момент когда проводились наблюдения где-то вблизи от луча зрения пролетали кометы две вот которые богаты водородом а водород может генерировать подобный вот сигнал да и вот разрушили так сказать последнюю надежду всех специалистов по сети Search Terrestrial Intelligence что вот это что-то было разумное по-видимому это было все неразумное надо сказать что поиски жизни они обеспечиваются не только поиском сигналов каких-то или излучений есть ведь такая штука как межзвездное органическое вещество в радиодиапазоне облака холодного газа имеют ряд линий излучения или поглощения и там открыто несколько сотен молекул в том числе очень сложных например метиловый спирт этиловый спирт разные кислоты там чуть ли не я уже не помню каких но очень много сложных органических соединений да ну в общем спирта в космосе хватает вот и соответственно при этом то есть очень верится в то что где там вполне могли зародиться такие же ну учитывая вот я масштаб галактики показал что звезды образуются в масштабе всей галактики естественно планеты есть у 10% звезд и соответственно какой-то доля процента из этого похожа на землю должно быть весьма вероятно что там условия тоже сложились благоприятно для формирования жизни тем более что известно что в самых ранних горных породах которые дается обнаружить на земле возраст их 3-8 миллиарда лет уже есть проявление жизни вот геологически геологи умеют это астрономы нет это уже задача геологии вот там есть всякие проявления типа бактериальных матов и что-то вот такое поэтому жизнь очень быстро зародилась на земле и пришла довольно таким развитым формам вот главное видимо наличие это вот наличие органики органики как я сказал в космосе много наличие жидкой воды тоже очень-очень благоприятно вот для этого еще вопросы ну давайте если предположить что все-таки у планеты достаточно мощное магнитное поле и при этом достаточно плотная атмосфера может ли она все-таки вспышку в принципе да защитой от космических лучей вообще от всего заряженного и высокомагнитического что есть во вселенной для земли это толстая плотная атмосфера которая имеет поглощающую способность обычно в радиационной физике меряют в граммах на сантиметр квадратный килограмм земная атмосфера дает защиту в килограмм на сантиметр квадратный никакой слой свинца разумный такой такую защиту особо не дает вот по крайней мере вы не можете повесить такой слой защиты на машину в реактор въехать или там на Марс полететь это вот кстати известная проблема может ли человек слетать на Марс и не получить какую-нибудь лучевую болезнь это очень не это реальная проблема в том смысле что мы можем померить сколько счетчиком Гейгера какой дозу облучения получает счетчик Гейгера но человек не счетчик Гейгера вот в чем дело в том как эта радиация действует на организм на клетки его это очень сложная медико-биологическая задача которая до сих пор не решена потому что нужны опыты поэтому этот вопрос очень такой открытый и неоднозначный вот что касается планет ну на счет красных харликов я не знаю дело в том что магнитное поле для того чтобы его создать планета должна иметь некие определенные свойства создание магнитного поля у тел планетных масс возникает за счет дифференциального вращения внутренних частей планеты у нас есть жидкое ядро которое проводящее в нем могут течь токи тогда магнитное поле может развиться у Юпитера есть там жидкий металлический водород или какой-то у звезд есть плазма и дифференциальное вращение то есть наличие дифференциального вращения дифференциального это значит тут у вас тело вращается медленнее тут быстрее плазма обладает таким свойством что если вы помещаете в нее магнитное поле то магнитное поле либо движется вдоль наоборот плазма вдоль магнитного поля либо плазма поперек увлекает собой магнитное поле если у вас есть ну представьте такую вот сеть спиц проволок и вы берете охапку проволок и начинаете тянуть они сключиваются сжимаются Если это проволоки, это магнитная линия магнитного поля Увеличение плоскости Линий магнитного поля через единицу поверхности Это усиление магнитного поля Так работает возникновение магнитного поля Ну так считается, что он так работает В небесных телах Поэтому для газовых гигантов этот метод не работает Потому что они приливно заторможены У них не может быть дифференциального вращения За счет приливов И поэтому маловероятно, что газовые гиганты Обладают сильным магнитным полем А вот маленькие планеты Если они не приливно заторможены, вполне могут, наверное, обладать. Но все равно у красных карликов вспышки намного мощнее, чем солнечные. В порядке, в многие порядки. Поэтому тоже вопрос такой неоднозначный. Но то, что они точно не способствуют эти вспышки жизни, это да, это однозначно. Еще вопросы какие-то есть? Видимо, нет. Спасибо большое. Ждем вас.